Я не такой угорелый, каким пытаюсь казаться Он такой, ну нихуя себе Говорит поворот Я думаю, это достаточно времени Чтобы успеть нагуляться А что значит нагуляться? Вот да, вот я тоже думаю Вот что это за хуйня нагуляться Потому что я такой, типа, хочу нагуляться Потом меня зовут нагулять Я такой, не хочу Ну действительно, мы один раз живем Но, опять-таки, один раз еще мы и умираем Я такую хуйню услышал Точно понимал, что я не хочу Находиться в стесняющей одежде По 9 часов в сутках Ненавидеть момент пути на работу Я не хотел заниматься бюрократией Просто не хотел И, слава богу, родителям, которые сказали Ну хочешь, попробуй Я попробовал в стендапе И, слава богу, это во что-то выливали Знаешь, что я сделал дальше? Что? Я купил еще один гольф Только голубой А у меня был красный А зачем ты его взял? Бл***ь, он мне нравится, во-первых А зачем ты его продал? Потому что хорошая цена Я не такой угорелый, каким пытаюсь казаться Я отсюда уйду с лайфхаками Айтпа Бл***ь, мне понравилось Я угорал Друзья мои смотрели Угорали тоже Вообще Дамер считает, что это самый лучший выпуск Почему? Я не знаю Он говорит, что это самый лучший выпуск В моей голове это в топ Ну три точно Почему? Потому что Асхат Ниязов для меня number one Не знаю, мне кажется Люди, которые вообще ничего не знали Они что-то узнали Просветлительская часть есть в этом Спасибо большое Пей и не борзей Если ты можешь прочитать эту фразу Ты слишком близко Блин Я Меня бросало в дружь иногда Там? В кадре? Нет После? Почему? Потому что я уже за***ался от хейта От девчонок А, от них часто прилетает? Постоянно Я сегодня Я настроил просто против себя Девчонок Ну, феминистическое сообщество Максимально такое ощущение А что случилось? Я сегодня Сегодня вышел Тоже фрагмент вышел Из другого подкаста Где я говорю Ну, короче Вот у меня был конфликт с съемками Там, ну Истории с подсыпанием Я говорю Ну да Опасно Это бывает Опасно ходить в бары Поэтому будьте начеку Суть такая Будьте Ну, следите своей безопасностью Ну Все это так Вывернули Просто наизнанка Короче Он поддерживает насильников Вся Я такой Чего-то Вы вернули Не в нарезке И не в самом подкасте То есть Типа не человек Который там монтирует А потом Да, потом Окей Ну, это Ну, я не знаю Меня это, если честно Сегодня Вот это Буквально За час До того, как ты пришел Вот это произошло И я Не знаю Как к этому относиться Мне кажется Ну, ты же не нес в себе Вот эту цель Нет Я просто хотел сказать Блядь Надо Быть осторожным Вот все, что я хотел сказать А они что-то прямо Ну, в любой момент Ты можешь это же сказать Имейте в виду Уважаемые дамы Я не имел в виду Что вот так-то Так-то Просто хотел, чтобы Ну, типа Вот Кимура, например Был же хейт Вот с Чеботковым Ты знаешь Хейт на Чеботкова За что? Он типа Юзает этот Прием Ну, типа Казахов Выставляет вот в таком свете Что они Вот это вот все И на него Определенная волна хейта И он написал пост О том, что Я больше этот прием Использовать не буду Я ничего в этом Не нес Такого плохого Но если вы в этом Увидели Давайте так Я вот не буду Этот прием даже использовать Окей Кимура Вот тот То есть Ведущий Этого Кимура То, что Как его зовут? Кимано Его Слава зовут Слава Да, Вячеслав Никифор Например Понятное дело Что он там Может использовать Подобный прием Но мы Вообще Ничего не боимся И Слава В том числе Ничего не боится Потому что Слава На казахском Ответит Ебать как Если такое произойдет Он владеет Он же чемолганский Типа Поэтому Все нормально И умом Мы же понимаем Мы не несем Мы не пытаемся Там казахов Показать Что они вот такие Аборигены Или еще что-то Я боялся Когда ты говорил О том Что типа Необразованные Нуждающиеся деньги Пойдут митинговать Я за это Немножко опасался Но я понимал Что здесь В принципе А что такого Ну типа А что такого Так что Вот никто Даже не обратил Внимание Да На фоне Того что На свиданках Можно не платить Это оказалось Тут игры И развлечения Всех Единство Это только Интересует Отвечаю Да Ну я Если бы Блин Аккумулировал В себе Весь негатив Который Могут Комментаторы Себе Позволить Я бы Суициднулся Очень рано Поэтому Я в определенный момент Просто понял Ты вызвал эмоцию Уже хорошо Человек досмотрел Уже хорошо Мы с даймером Конфликтуем Это не наигранно Действительно Мы иногда Можем конфликтовать Но мы понимаем Что это Кому-то Кому-то это нравится Даже Плохая эмоция Тоже эмоция Слушай Как сложилась Судьба Того Чела Которого Отменили Да Да Оскорблялся Во-первых Его За хулиганство Взяли По-моему Я не знаю Официальную формулировку Какая именно Статья и так далее Но 15 суток Он сидел 15 суток И Насколько я понимаю Ему запретили год Вообще выступать Ну и в целом Он и не выступает Он один раз был на афише Я очень сильно удивился А потом узнал Что он там По видеосвязи Что ли вышел Или что-то такое И собственно Вот А когда этот день Произошел Просто люди В одну когорту Если ты занимаешься Стендапом Ты делаешь то же самое Что и он И Приходилось дать понять Что Стендап он разный Не обязательно Вот то что он делает Это мы тоже делаем Ну вот Ну и Справедливости ради Там и Девушка Которая на него наехала Феминистка Она Не один и не два раза Уже приходила На его выступление И пыталась помешать Да Если посмотреть Там Все люди видели Очень короткую версию Но если посмотреть Там 30-минутную версию Если не ошибаюсь Это даже прямой эфир Самой феминистки Она Там первая Во время выступления Сказала Да Что в целом На мой взгляд Правда Но Все равно То есть Первый импульс Именно в оффлайне Там где это произошло И из чего сделали резонанс Как будто бы С ее стороны Но До этого Они очень длительное время В твиттере Там что-то друг друга А Конфронтация А это же все в твиттере Для меня твиттер вообще Непонятно что Я думаю в Казахстане 4 человека в твиттере сидят Я их все знаю Оказывается там людей много Достаточно такая Прогрессивная тусовка Прикольно Не как в фейсбуке Там людям по 15 минут Осталось жить В фейсбуке тоже Что-то непонятно Там в основном Ну взрослых Я так понимаю Но там один негатив Да Кажется Я не знаю Каждый раз Когда я захожу Там Кто-то Обсирает Кого-то Но в тексте Круто И все Типа Все что я вижу в фейсбуке И у меня аномальное количество Запросов Из Монголии Я не знаю почему Я очень Запросов в друзья Да Запрос в друзья Одни монголы И монголки Я клянусь Огромное количество Если это кибератака То я не знаю Что они хотят Я Надеюсь Что я приеду Когда-нибудь в Улан-Батор И я там звезда Может быть Я там качаю Я не знаю Как так происходит Но очень много запросов Понял тебя Слушай А тебе как вообще Айтпаб в целом После Потому что тебе тоже Про тебя тоже что-то писали Да Про меня пишут постоянно До меня доходят От Вероники Чаще всего от Вероники Потому что она Штудирует каждую запятую В комментариях И меня это вообще Как-то не сильно Задевает Что ли Как-то мне Все равно То есть там типа Первый прецедент был Это когда меня называли Абьюзером Или там Каким-то тираном За то Что ты закрыл Аккаунт Девушки Да 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 Вот Ну типа Окей Они не знают Все истории Моей с ней Но если они Готовы Меня судить Вот именно По этому прецеденту Окей Все нормально Какие-то комменты Даже Ну нормально Меня это не сильно парит Блин Меня радует Когда я провоцирую Людейные эмоции С одной стороны Потому что Ну это же хорошо Это вот финансовая грамотность Тема пи***ь скучная И надо Порой грязные вещи Вот эти грязные приемы Использовать для этого Это позволяет Добиться результата Но Есть вот такой вот Я не понимаю почему Как ты называешь Это грязный метод Но мне кажется Ты просто разговариваешь На языке Понятный всем Не обязательно грязный метод То есть типа Вот финансовая грамотность Нет На самом деле То что я делаю Это голимая провокация Да Например Я знаю как это делать Я это делаю Какой пример Вот где ты провоцировал Вот С тем Что можно не платить Это была чистая А Да Я думал ты реально Ну типа Не пи***ь А Окей Не Насчет того Что я водил их в парк Это правда Ну Потому что я пи***ю был Сколько 16 17 18 Лет Мне не давали родители Значит я буду делать Сведанки в парке А я тогда на пикап ходил И мне надо было Много свиданок проводить Если бы я на каждой Башлял Столько кредитов у меня было бы Блин Вот пикап Вот серьезно Ты ходил на пикап? Я ходил Мне 16 лет было Я ходил Мне разбили сердце Когда мне было 15 То есть большинство людей Когда их бросают в 15 Или там Примерно в этом возрасте Они идут в рэп А ты пошел в пикап А я такой Ну Есть проблема Есть прямой способ И решение Вот как с бабками То же самое Есть проблема Есть прямой способ И решение Я пошел на пикап Чтобы побороться С этими комплексами И там Ну на самом деле Много чего полезного было Меня учили Говорить Выступать Все вот это Это было классно Я много читал Я против пикап Честно скажу Сейчас у него Очень плохой имидж Я А да? Очень плохой А почему? После всего вот этого Что было недавно Алекс Лесли Это считается Знаешь Чем-то таким Нечестным Ты обрел Несправедливое преимущество Если ты ходил на пикап А Ну это типа Как вот У мастера спорта Рука приравнена К холодному оружию Это же касается Твоих Причинных мест То есть Типа Ты прошел Специальную подготовку Поэтому Окей Не я больше Прав То есть Тебе же нужно Вот ты сам говоришь О том что Будучи в курсах На пикап Пикапа Тебе нужно было Много свиданок проводить То есть Это часть занятия Да? Да Но мне Как-то странно Что в этой части занятия Присутствует Вторая жизнь Второй человек У которого там Какой-то бэкграунд Там типа У кого-то может Проснуться чувство Но Со стороны пикапера У него Исключительно Рыночный интерес То есть Ну Не В 16 лет Мне никто не дал Я не Ни с кем В 16 лет Ну да Я тоже Мне кажется Это нормально Нет Я просто Ходил Общался с ними Привыкал к тому Что это комфортно Нормально И все А правда Что там Несколько уровней Там есть Много уровней Я Первый только прошел И все И читал еще об этом А есть разные уровни И Парадокс такой Знаешь Есть Ультра-мега Уровень Высокий Да И там опасно Да Там опасно По многим причинам Ты знаешь Как ты присыщаешься К телкам Сперва ты присыщаешься К обычным девчонкам Потом К пиздатым девчонкам Потом Происходят эксперименты Трансы Беременные Еще всякая хуйня И заканчиваются И заканчиваются Все гомосячиством Такое тоже Бывало Чувак В 16 Идет Ему никто Не дает Но потом Жестко Уносится Что просто Пинал готов Это же навык Это все навык И там Тебя учат Этот навык Оттачивать Мне рассказывал Друг Он прошел Полностью пикап Вот типа До upper intermediate В плане пикапа Потому что Он мне рассказывал Что заключительный курс На котором он был Количество людей Которые выпустятся Минимальное Вообще Минимальное И им дают Статус ДЧ Знаешь? Да? А ты знаешь? Достойный член Достойный член В резюме не напишешь Мне кажется ДЧ И одно из заданий На подобном уровне Это найти девушку Познакомиться с ней Обязательно Она должна быть Абсолютно незнакомой И добиться того Что она Тебя Везет в отпуск Полностью за свой счет И он говорит Были люди У которых получалось Да Я не знаю Как это делают люди Я не знаю Я иногда Просто Ну Знаешь Девчонки делают То же самое Просто Девчонки это делают Лучше И когда это Начинают делать Еще и пацаны Это такое Да конечно Конечно Нет В этом плане У девушек Жесткое преимущество Типа Будучи Пацаном Я помню Что вот Маломальский Намек на то Что это может Произойти 2000 километров Погнали Мы едем туда С возрастом Уже конечно Энтузиазма Поменьше Типа 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 В кредит Вперед Да Это тогда Сейчас такое Там у тебя Она может сказать Типа Гоу Жестко Плотно Точно Да Я такой Блин А там тенек У тебя на районе Вообще Там может жарко Я даже не поеду Скорее всего Вот Я в этом плане Такой А мы уже начали? А в кадре можно курить? Да пожалуйста Ну а все Кайф Единственная вещь Которая Очень сильно Интересована Блин Да Если узнаешь Что я еще Пикапом занимался Я опять получу Мне кажется Да Ну а ты что Ну типа Ты за большие вещи Начало оказывается Типа Пикап Это курсы Которые Как минимум Ну Пригодились Судя по всему Пригодились Ну значит Ну как бы Мы там знаешь Какое упражнение делали Которое мне Там было Несколько прикольных Упражнений Одно занятие было Ты должен был Ходить девчонкам И говорить Чтоб они тебя послали Легко Ну типа Чем жестче Тем лучше Суть Упражнения заключается В том Чтобы ты привык К тому Что тебя отказывают Потому что тебе будут Отказывать часто И Если это будет жестко Ты к этому быстро И легко привык Иммунитет Да Определенного рода Окей Прикольно Это хорошее упражнение Ну типа Да Я например Оффлайн практически Никогда в жизни Первым не знакомлюсь Вообще никогда Потому что Я боюсь отказа Очень сильно боюсь отказа Поэтому Заканчивая школу Поступая в университет Я Впоследствии узнал Что в школе Кому-то оказывается Нравился Потом Закончив университет Я потом узнал Что в университете Оказывается Кому-то нравился Потому что Импульс от меня Первый не шел никогда Но если Кто-то из Противоположного пола Первым даст этот импульс Я вгрызусь в артерию Просто в плане общения И они поймут Что я вот На самом деле Очень сильно хотел общаться Но к сожалению Очень боюсь отказов Невероятно Да Отказы это страшно Действительно Я никогда не приезжал Ой то есть Я никогда не уезжал Из клуба с кем-то Я тоже Да? Никогда в жизни Ну ладно В твоем случае Это обиднее Ты ходил на пикап Да Наверное Я-то ладно Ну я Ну считай Я пи*** был Меня в клуб даже не пускали А потом Ну я как-то так Логически к этому подходил Думаю Так Хорошо клуб Много пацанов Мало тёлок Спрос на девчонок большой На пацанов нет Не надо доходить просто Ну да Я как бы вот так рассуждал Блин Я уезжал из клуба с кем-то Если приезжал изначально с кем-то Пару раз я приезжал с кем-то И уезжал один Я больше поставлял девушек туда Нежели забирал Это У меня вот Больше Я такой человек Я отдаю больше чем получаю Оказывается Блин Ну прям А Твоя юмористическая деятельность Она плюс даёт В этом плане Когда-нибудь конвертировалась ли В Скиуте Я забыл Что можно так Я думаю Скорее всего Впоследствии Я об этом узнавал Но это не было Самой целью Человека Он стендап комик Поэтому там Я думаю Вряд ли Но я знаю Пацанов Которые Умело этим пользуются Я говорю Я вот немножко В этом плане Юмор Это всегда козырь На самом-то деле Да Ну вот Не знаю Мне как-то сложно Я понимаю Что человек придёт ещё раз На выступление Возможно Какое-то Какое-то будет Недопонимание Я к этому Почему-то отношусь Как типа Не плюй в колодец Которого пьёшь Почему-то я так думаю Хотя я знаю Прекрасно Там У многих комиков Их фамилии Сейчас бегущей строкой Если вдруг Они разрешат Которые прекрасно Конвертируют Это вообще В Собол Но у меня Это не получается Ну я прям Вот максимально В этом плане Отстранён Люди не понимают Этого Когда мне пишут Чуть ли не открытым Текстом Гол Я такой Да Любой бы другой Там А почему Вот поэтому Просто я бы Хотел бы Чтобы Там Я не знаю Я общался с людьми Не потому что Я стендап-комедией занимаюсь А потому что я человек Который им по нраву Вкупе Не только из-за стендапа Плюс стендап на уровне На том уровне Котором я выступаю Мне кажется Мало кто будет кичиться Тем что я Вот с мадия Почему? Возможно Синдром самозванца Возможно Возможно Я думал что ты прям топчик Ты же топчик по идее Нет разве? Я охуя Ты просто камеры сейчас выключишь А он оказывается не топчик Ну Не знаю Тебе со стороны виднее Бро Очень сложно Синдром самозванца Мне очень сложно сказать Я невероятный Я нормальный Мне нравится быть нормальным А с кем ты себя сравниваешь? Ты себя сравниваешь? Я думаю да В любом случае я себя сравниваю Я вот Часто сейчас в последнее время Об этом задумываюсь И я понимаю Что то что сейчас я имею Год назад Я этого и хотел Но типа Теперь еще хочется больше И все равно Сложно догнать Вот именно тот уровень В который я сяду И такой да все Вообще шикарно Типа залы заполняются Вот так Люди не дают Передыху Там типа Фотографироваться Хотя я этого вообще Никогда в жизни Все еще пребываю в состоянии Которого я не очень сильно хочу Но я всегда за Вот хоть с кем Вот типа Кто-то хочет поговорить Я ему Всю душу изолю Просто Ну таки А с кем ты себя сравниваешь? Наверное Поставил себе какие-то Ориентиры Слишком заобычные Там зарубежные Какие-то комики Которые там По щелчку пальца Действительно заполняют Залы И они катаются По всему миру Я сейчас занимаюсь Достаточно неплохо Стендапом В рамках Казахстана Неплохо В рамках Казахстана Мир Надеюсь впереди Вот это Вот наверное Давай так Зафиксируем Пусть это будет Цифровой след Я скажу Довлет Что у меня все классно Когда у меня будет Абсолютно сольный Евротур Это Вполне реально Я уже ездил В тройном концерте Я увидел Как там Сольный Сольный Стендап тур По Европе Это на час Час два Да Да Я думаю Это Наиболее достижимое Из того Что я могу озвучить Сейчас Возьмем точку отчета Ты делал сольные Вот такие На час два Это ж пиздец Легко Ну в смысле Я имею ввиду В Казахстане Мне это Ну не сильно сложно Если это хорошо Организованный стендап Энергетически Это как-то тебя выматывает Но это в любом случае Прикольно То есть там Ты адреналин Хапаешь определенного характера То есть ты рад Что Для меня в стендапе Я не знаю Как для остальных Для меня В стендапе Я многим так говорю Что Если у тебя написан материал На 60 минут На 80 минут Он проверен Ходил по барам И так далее И выйти Рассказать теперь это На 80 минут Ну самое сложное Позади Самое сложное Чтобы эти буквы Стали в ряд так Чтобы они вызывали Эмоцию и смех Мне кажется Потому что для меня Это самое сложное Выступить с ними Менее сложно Мне кажется Ну и плюс там Ты хапаешь тот Как сказать Тот Тот уровень заслуги Который ты Собственно заслужил После того Как с сольного концерта Выходишь И кайф Я вот выступал Семь минут В Алматы арене На разогреве Нурлана И эти семь минут Оказались намного Для многих Полезнее И более Крутыми Нежели Если бы я выступал В 80 Потому что Ну я не знаю Вот Я думал сейчас скажешь Намного полезнее И интереснее Чем стендап Нурлана Кто-то так говорит Я это наверное Хотел услышать Я так не считаю Но кто был Напишите Говорят Слушай А как у тебя вообще Это произошло Что ты стал стендапером Как это происходит У людей У тебя У Вероники Вот у нас С Вероникой Я могу сразу В эту же Когорту Закинуть И Дамера Нурситова Который Третий И Зайдпа Ну и еще Парочку комиков Потому что Мы Многие Из нас Мы вообще Сформированы Из одного университета Как команда КВН Потом В определенный момент У КВН Нашего Точнее У нашего университета Пропали амбиции Платить столько Сколько нужно Для наших амбиций И КВН Для нас Закончился И У тебя Два пути Типа Если мы Отбрасываем Стандартную работу Офис С 9 до 6 И так далее У тебя два пути В творческом плане Вероятнее всего Если ты КВНщик Который На четвертом курсе За 3 года Лишился Того К чему стремился У тебя Два пути Либо Пойти Вести свадьбы Вот эти Километровые Просто Которые Там 17 часов Подряд Там Либо Заниматься Условно Писаниной Интеллектуальным Трудом Сценарий писать Я выбрал Обе И То есть Здесь я писал Здесь я выступал И Еще был стендап Он не как третий Он как Вот это Взаимодополняющие Вот эти две вещи В плане Стендап Очень сильно Дало Кто-то может Фыркать из стендап Комьюнити На ведущих мероприятиях И они будут Возможно правы Но я Относился К мероприятиям И корпоративам Как возможность Прокачки скиллов В плане микрофона Какой-то дикции И так далее И я выбрал Оба пути Я точно понимал Что я не хочу Находиться В стесняющей Одежде По 9 часов В сутках Ненавидеть Момент Момент пути На работу Я не Я не хотел Заниматься Бюрократией Сильной бюрократией Просто не хотел И Слава богу Родителям Которые сказали Ну хочешь Попробуй Я попробовал Стендап И слава богу Это вот во что-то Вылилось Прикольно В плане денежек Кайф Ты сейчас Девушкой живешь? Нет-нет-нет Я живу с родителями Тебе понравится Ноль Там типа Аренды я отдаю Это мои родители Ну у меня в этом плане Немножко связо Потому что я Самый младший в семье Самый младший в семье О, сколько? У меня две сестры И один брат И я скажу Что разница между мной ими Колоссальная То есть любая из сестер Могла бы быть моей мамой В плане возраста Моя мама родила меня в 50 Ей сейчас 78 лет И мне нравится казахская традиция В плане В меркантильном плане Что заключительно То есть младшему ребенку Достается квартира Я для этого ничего не делал Вообще ничего не делал Я просто в один момент Здесь рожусь Хочу здесь родиться И все И я иногда думаю о том Что как же сложно было Моему брату То есть на момент Когда я родился Ему было 30 лет Он ходил и такой У меня квартира У меня будет квартира У меня квартира Тут нахуй Мадияр появляется И теперь у него 8 работ Он спит Вот столько в сутках Вот секунды 2 Серьезно? Ну мне так кажется То есть типа В любом случае В плане традиций Я рад что Вот эта традиция существует И я маме Об этом говорю постоянно Она очень сильно смеется Блин Ну да Это конечно выгодно Финансовая грамотность От Мадияра Финансовая грамотность На уровне традиций Кайф Блин Вот эти традиции Большинство из них Кстати На то Чтобы ты потерял деньги Сейчас Да Да Раньше нет А раньше как? Ну допустим Свадьба раньше Так Мне кажется Что раньше на свадьбах Ну можно было заработать Мне кажется Ааа Окей Да Потом это трансформировалось В понт Угу То есть в начале Ну вот Молодожены Поможем им Да Мы вас накормим Вы папки дайте А они там как-нибудь Что-нибудь замутят И это логично Но потом это все Исковеркалось Мне кажется Что это так произошло Ну блин Я Потому что с обрезаниями Тоже так Обрезание кайфа Блин С чем еще С эти Цаокесу Кайф Бабки Да Везде бабки дают И как бы А на свадьбах Это стало Это перестало окупаться Угу Я думаю Вот мне интересно Что ты думаешь Что перестало окупаться Мне кажется Это всегда Вот все случаи Я ну 28 лет живу И я не видел Ни одной свадьбы Чтобы люди Заработали на ней Всегда Это вот это вот Нервное Знаешь Когда в комнате Собираются Они потом И все конверты Открывают И там все равно На 8 миллионов Меньше чем они Планировали Потом этот кредит Они оплачивают За эмоции Которые они потратили В этот вечер Из напоминаний Только возможно Сейчас какие-то Инстасторжи Раньше это вот Узбанская фотография В рамке Которая тоже За отдельные бабки Мне кажется Это вот Я не компетентен Сильно Но мне кажется Это провальный Бизнес-план В плане Надеяться Что ваша свадьба Принесет вам Очень много денег Ты маме говорил Об этом? Да Моя мама На удивление К своему консерватизму И в силу возраста Она меня поняла Моя мама Очень часто Меня понимает Я рад Я думаю Что я выполню Какую-то базу В плане учебы Каких-то дипломов Каких-то регалий И наград Чтобы мама Начала мне доверять В этом плане И плюс Она примерно понимает Что современный мир Немножко изменился Что очень редко Мне кажется В подобном возрасте И она В этом мире Доверяет мне больше Чем даже себе иногда Прикольно Я ей очень за это Благодарен сильно Она на тебя давит Чтобы ты женился Жужба Последнее время Что-то вот началось Для меня прикольно Что это чистая правда Я еще с момента Как вот более-менее Осознательно мог Отвечать на этот вопрос Раньше это было В прикол Мадьяр Женится Женится И так далее Я всегда говорил 31 год В 31 год Я хочу жениться Почему? Я думаю Это достаточно времени Чтобы успеть нагуляться Хотя я Я иногда А что значит нагуляться? Вот да Вот я тоже думаю Вот что это за хуйня Нагуляться Потому что Я такой типа Хочу нагуляться Потом меня зовут Гулять Я такой Не хочу И вот это Странная тема Но Я думаю У меня в жизни Было мало опыта Чтобы я обжигался С противоположным полом И Как в стендапе Например Ты очень много А тут же можно Сосешь хуй на сцене Прежде чем Добыть хотя бы там Минуту юмора Вот то есть 9 минут ты можешь Сосать хуй Но одна минута Будет смешна И вот так вот И методом Пробы ошибок И потом ты Компонуешь Те самые Вожделенные 80 минут И в этом плане Наверное тоже Как-то мне нужно Больше опыта Я поздно сформировался В этом плане И я бы хотел так Плюс я знаю Что Прочитал недавно Что пик мужской сексуальности Наступает в 31 год Я хочу его застать Но я Но я не хочу его заставать Когда ну типа А куда мне его показывать Только жене Она и так все Я где-то видел Прикол такой Типа Как выбрать жену Чтобы не выглядеть крипово Так Ты берешь свой воз Допустим тебе 31 Так Делишь это на 2 И прибавляешь 7 Вот если ты будешь Жениться В 31 22 с половиной года Это минимальный возраст Который Ну Если девушка будет такая Ты не будешь выглядеть крипово Если ей будет 22 с половиной А мне будет 31 Да Вообще смело Кайф Мне нравится это Вот Калькулятор мне нравится Почему нет Блин Вот насчет нагуляться Тот смысл Который у него закладывают Это типа ну Как можно Больше опыта В плане секса Скорее всего Да Да Я не про это А что еще нагуляться Повстречаться с кем-то Возможно Хотя я сейчас Например Вообще абсолютно Не хочу отношений Узнать там Характер человека В следующих отношениях Там типа Те ошибки Которые ты допустил Не допускать Там познавать себя Познавать какие люди Могут быть И потом Мне психотерапевт Это не научно Но она меня успокоила Я недавно пережил расставание Совсем недавно еще Да Да Вот минут 15 И она мне сказала Что статистически Это еще не научный факт Статистически В мире существует Одна тысяча девушек Которые идеально тебе подходят Идеально подходят И меня Я не знаю Да Всем Всем У нее мизинец такой Какой тебе нравится Знаешь Там типа Она вот готовит Ровно так Как ты хочешь Она любит тебя Так как ты хочешь И так далее И это меня Как-то успокоило И плюс Меня всю жизнь Успокоило Что Я не знаю Как сейчас обстоят дела Но типа Насколько я знаю На Девять мужчин В Казахстане Десять Женщин Есть печальная статистика Почему Такого же характера Похожая Типа на девять мужчин Еще девять мужчин Не Несмотря на то Что да Возможно Это действительно так Но несмотря на это Еще есть такая вещь Что Среди женщин Девяносто процентов Продолжит свой род Род от детей Так А плодотворит их Шестьдесят процентов Мужчин Ааа То есть сорок процентов Все Он выпадет Из эволюции Блин Как бы не оказаться Да В этих сорока процентах Да Опася Я если честно Этого опасался Ну Это страшно Оказаться в этих сорока процентах Это да В этом выпуске Была затронута Одна тема Которая для меня Если честно Является Крайне интимной Поэтому Увы В полной мере Мы ее Опубликовать не сможем Однако Я более чем уверен Что у вас формируются Какие-то интересные догады Желаю вам Приятного просмотра Всем жопой жуй денег Это все попытка Компенсировать Я четко это понимаю Для себя А ты думаешь Вот скажи мне Откровенно А ты думаешь Люди Которые внедорожники берут Ну тут не знаю Там Вот я уверен Что нет Это странно Но есть те Которые ездят на внедорожниках Ну их Процентов 5 Да Ну какие На легковушках Ну типа Пиздея есть Те у которых Маленькие Вот это Не привязка К автомобилю Вообще плевать Я вот типа Ну не знаю Я средний У меня все нормально Но я очень сильно Хочу внедорожник Почему? Потому что Так больше шансов Что я буду помещаться И Больше телодвижений Внутри автомобиля Плюс Я поездил На внедорожнике Относительно Моего автомобиля Это вообще Просто Я не знаю Какая-то Невероятная Гладкость Комфорт И так далее Я теперь понимаю Почему они так дорого Стоят И я Понимаю Почему Когда к нам приезжали В университет С Тойоты По-моему Они сказали Что В Казахстане Крузаков Продали В разы больше Чем во всей Японии Вот просто Тону Да При том что Нашими крузаками Они пользуются Как Они на Ясентай На парковке Станут Там максимум Кто-нибудь подойдет Смотрится Алибеков В лучшем случае И все То есть я не видел Этих Люди Которые Вот мои кенты С внедорожниками Пиздатами Внедорожниками Они что-то на шахшаки С этими внедорожниками Не выезжают У них все в бронепленке Там чуть скол Они заезжают На два года В детейлинг Сразу А внедорожник Это же Разъебать гравий Проехать Весь Тяньшань Это же про это История А я вот сам Сейчас превращаюсь В такого казаха Который Хочу в комфорте Невероятном ездить Блин У меня был Мне не понравился Но мне не понравились Расходы А ну Мне искренне У меня был Ауди Кусим За год я посчитал Два ляма Тинги на него ушло Два ляма Я купил гольф Я продал Ауди Кусим Купил гольф Блин Я так сейчас У меня на него Блин 1400 ушло За весь Это все Это и каска Это и все Там Как только доходит До дела То есть умом Я понимаю Я могу купить себе Внедорожник Но я Действительно Хороший Внедорожник Но я скорее всего Отдам все Что у меня есть Сейчас я в поиске Автомобиля И я понял Что даже Тот автомобиль Который я хочу Как только Доходит до дела Я такой Да нет Машина должна Просто вперед Назад ездить Типа мне не нужно Вот эта вот Камера Как в GTA 2 Мне не нужно Там чтобы Какой-то консьерж Меня встречал Я не знаю В Kia Иногда бывает Такой Ну Не нужно Возможно Это из-за Я надеюсь Что это рациональный ум Но возможно Потому что я жлоб А ты много едешь? Намного меньше Чем все мое окружение А может тебе не нужна тачка? Я думаю Что не нужна Но Я единственный мужчина В семье Иногда Автомобиль нужен Не так часто Но когда он нужен Он действительно нужен Вот такая тема И Сколько у тебя максимум Пассажиров ездит? К сожалению Стендап комьюнити В котором Я иногда Пребываю Невероятно Сложный Для заказа такси И я превращаюсь В функцию Вместе Я всех вожу Развожу И да Действительно Салон набить Как ни хуй Но Я вот думал Об этом А что если купе взять? Легальная отмазка Да Типа Пацаны Не поместимся Мне обидно иногда Я вот типа Пить перестал А чего? На тусовку Ну вот просто Я начал следить Там за весом В определенном Алкоголе Огромное количество Калорий И так далее И я намного реже Начал Я в принципе Перестал Но вот сейчас К сожалению Из-за расставания В том числе Иногда Могу припить И Мне обидно Что вот из-за того Что на тусовках Я не пьющий Я автоматический Таксист Автоматический Таксист Скидываюсь я так же Но я Еще и всех Развожу домой Почему? Я тоже хочу тусить То есть Пить выгодно Получается так Если так Рассуждать То да Ну я прекрасно Себя чувствую И в метро И в автобусах Я могу И я из тех людей Которые до сих пор Голосуют на улице Но Яндекс Действительно Если Яндекс Я почему-то выбираю Чуть-чуть подороже А ты пробовал Прикидываться Бухающим? Для кентов Я отвратительный актер И они меня поймут Нет В смысле Это знаешь Это как заказывать Безалкогольное пиво А говоришь Что оно алкогольное Я отсюда уйду С лайфхаками Попробую Интересно Говоришь В центре Тихо только Ну да Безалкогольное Да По идее И потом А я что Мы с карлоком Не У тебя Оно как бы Естественным образом Ты будешь становиться веселее Угу Потому что я бывает Пью безалкогольное пиво И Очень похоже Ну да Кстати говоря Знаешь что Можно ездить С 0,5 промилле Ну до 0,5 промилле Сколько это Вот я 0,5 промилле Это ну один бокал пива Который ты выпил И через час Примерно А Окей Ну нормально Через час полтора Через три точно Слушай Каждый раз я слышу Какие-то истории То говорят Прямилле убрали То они есть Я вообще не понимаю Ну типа На всякий случай Я вообще За рулем Я сажусь Только если Я стеклянно чист Я тоже Но при этом Меня всегда Жаба душит Отдавать Трезвому водителю Да Всегда Он еще же На тачке твоей ездит Не как ты ездишь Ему вообще Поебуй Вообще Я один раз ехал Я просто Музон включил И он в один момент Просто вырубает Музон Я такой Окей Все нормально И потом Жара Жара И он просто Кондер тише ставит Я говорю Ну уже Что-то ненормальное Я говорю Брат Давай пожалуйста Кондер включим Жара неимоверная И скриптонит Будет допивать Эту песню И все А вот скажи мне пожалуйста Ты не против? Да Давай Мне короче Не дает покоя Вот такая вещь Часто так бывает Что я взрослею И оглядываюсь назад И думаю Надо было попробовать Надо было попробовать Что-то купить То есть типа Как ты говоришь Что доход должен увеличиваться Там с каждым годом И т т т т Подобная там Динамика происходит И последнее Подобное произошло В Вене Вот у нас там Типа через два Вылет Через два часа Вылет Мы находимся В каком-то Аутлет-центре Огромном Я хотел себе Давно зимнюю куртку Одну шикарную Зимнюю куртку Типа на 4 сезона На 5 Чтобы внуки Ходили в ней Вот настолько Шикарную куртку Я видел ее Она стоит 700 евро Здесь она стоит Ну в полтора раза Возможно даже В два раза дороже Куртка Оригинал 100% И я такой Нет И только я сел В автомобиль И мы едем В аэропорт Я такой Какой же я долг Что я ее не купил И вот сейчас Я думаю Вот так как я в поиске Автомобиля Я хочу себе Действительно Тот автомобиль Который Хочу Из-за эмоций Типа Не смотреть На ликвидность На то Что там Блин Вот какая-то Практичность Там Этих запчастей Здесь больше Где-то меньше Нет Вот с детства Я слышал Мерседес 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 Почему я не могу Попробовать Мерседес Все говорит о том Что я могу Попробовать Мерседес Но как только Доделаю Я Кио Сейчас ищу И такой Нет Насчет куртки Вопрос Насколько она Необходима Во-первых Не сильно Если не сильно То можно воздержаться Через год ее купить Нет А ну можно купить Да Можно конечно А можно купить Но я уже два года Вот живу в этом ритме Через год возьму Ну это норм Ну я считаю так Лично мое мнение Насчет тачки Вот тут блядь Я не знаю Мне если нравятся тачки Я блядь покупаю То есть Я вижу какое-то Ну то есть Я же знаю истории И то что ты Вайт Па рассказывал Как ты Типа вот К деньгам относишься И так далее Но Мустанг Q7 Не самые Практичные тачки На мой взгляд И не сильно Возможно даже Ликвидные Вообще Не ликвидные Вот Но ты их брал Почему ты это делал Я вот Как ты торговался На OLX Я также торгуюсь За эти тачки А ну я тоже То есть Я знаю Что это не ликвид И я за счет того Что это не ликвид Во-первых Сильно скидываю Гольфа Первого Ну вот тот гольф Который у меня был А Q7 Q7 я взял за 7 миллионов Продал за 10 Угу Я привожу в порядок Мне это нравится Я вот отдаю в детейлинг Мне это нравится Я покупаю диски Мне пи*** Это все Интересно С гольфом То же самое Я его взял за 5 миллионов Я его продал за 9 И знаешь Что я сделал дальше Что Я купил еще один гольф Только голубой А у меня был красный А зачем ты его взял Б***ь Он мне нравится Во-первых А зачем ты его продал Потому что Хорошая цена Тогда что мне делать Сперва деньги Потом удовольствие Угу Ну это моя система ценностей Сперва деньги Потом удовольствие Значит то Что я например Люблю Вот например Эти кроссовки Ага Я их взял За Я кстати знаю Цену всех вещей Ага Которые я купил Я их взял за 138 тысяч тенгер Ага 5 тысяч Я отдал чуваку Которых я привез В Аэростане Сидел с ними В ручной кладе И Я знаю Что здесь они стоили 250 Здесь На каких-то сторонних сайтах Я мог купить их за 200 Но я нашел Самое выгодное Предложение В Корее За 138 Я сижу и думаю Я Кайфую Я купил Вещь Которая стоит дороже Дешевле Но При всем при этом Насколько нужна была мне эта вещь Я не понимаю Вот то же самое с автомобилями Я вот не знаю Не Если такой вопрос То наверное не нужна была Но если ты получаешь удовольствие Блядь Ну действительно Мы один раз живем Но Опять-таки Один раз еще мы и умираем Я Это Блядь Я такую хуйню услышал Чувак говорит Один раз живем Ему в ответ Блядь Живем мы каждый день Умираем один раз Контр-аргумент Окей Так что Блядь Ну если нравится Ну хуй с ним Если не дало по карману Да Забись Но просто чтобы продолжать так делать Это требует иногда жертв Потому что Люди мы таковы Нам хочется Блядь Хочу это Блядь Пошел купил Хочу это Пошел купил Но блядь Если ты так несколько раз делаешь Потом Ты не сможешь себе позволить Такое действие Во Я вообще понял Что не надо в чем-то разбираться Сильно Потому что Как только я начал разбираться В кроссовках Я сижу на сайте Братан Я смотрю котировки кроссовок Я смотрю Где на каких сайтах Они Стоят Я знаю названия моделей Абсолютно разных И я жалею Что я начал в этом разбираться Потому что У меня сразу желание Покупать Вот такие вещи Как только я начал разбираться В зимних куртках Я сразу хочу себе куртку За 700 евро Потому что Она стоит Где-то 1000 евро И я думаю Что нужно Придумать себе Вот конкретно Две точки В которые я буду Вот айпад Я начал Я такой Беру этот айпад Потом такой Ладно День подумаю Начал изучать айпады И такой Нет Я хочу айпад посильнее И купить его по цене Первого айпада Который я выбирал И хожу Полыкс Как придурок Там типа С уважением Заберу Прямо сейчас И так далее Я такой тип Слушай Из 10 таких попыток Ну ладно Из 100 Когда работают Я могу сказать Что В большинстве случаев Работает 7 из 10 Я думаю Да Я себе первый автомобиль Так купил Второй автомобиль Так вот Кто нам Все это время Писал Да Братан Ну типа Я такой тип Я не знаю Я всегда Если это Там Вторичка Ну это разумно Да Но Если мы будем Воочию с тобой торговаться Я скажу Ты скажешь 15 миллионов Я скажу Да я их 16 А вот в интернете Чувствуя свою Безнаказанность Я торгуюсь Как мавра Последний Вообще Как просто Я типа Я помню Как сидел на автомойке Там с чуваками Со своими Там что-то И вот какое-то Предложение Вот Киа Которая мне нужна была Цена 8 миллионов Тенге А нет Здесь Так Я 2 миллиона Скинул Потому что Я купил за 7 9 миллионов Тенге 9 миллионов Тенге Я просто на шару 7 И он такой Нет И на следующий день Такой Приедь И я такой Беру Знаешь Автоподбор Ребята Которые приходят С тобой Там проверяют Вот эту тему Сколько это стоит Я дал там 10 тысяч Тенге Там чувак Который Еще не понимал Сколько это должно стоить Я забираю его Мы едем И он меня спрашивает Что за автомобиль Я говорю Что за автомобиль Он говорит А ну она По-любому Там Ее там Сначала Выбили Потом Ее там Разрезали на 2 части Потом утопили Потом Руль Перекинули В багажник Потом Там типа Р и Д Попеняли местами У нее там Все бито Это такой цены Не бывает Он приезжает Смотрит И Хозяин Тачки Говорит А что это Бампер У вас там Что-то Что-то И он там Что-то Начинает Бампер Смотреть И он Он на меня Смотрит Говорит Охрен Автомобиль Просто Говорит Охрен Автомобиль И то Мы 100 тысяч Еще скинули Представляешь Что Ну типа Шикарный автомобиль Лучше предложения Не было Никогда Я типа Занимался этим Два месяца Поискового автомобиля Не было лучше Вот даже Близко Не было Это первое место Ближайшее Это Камрюха У которой там Ну если Ультрафиолетом Пройтись Там везде Сперма Как вынетай Я такой Я не хочу Такой автомобиль И тут На Вот просто Удачно Попало И вот Подобных случаев Если Олл Икс Откроем Я говорю Хорошо Там Заматы Блокируют Кажется Ты Ищешь Тачки На Олл Иксе Нет Нет На Олл Иксе Я могу найти Книгу Ты За книги Торгуешься Да Комиксы Какие-то Которые Мне нахуй Не сдались Они просто Не хватает В моей коллекции У тебя коллекция Комиксов Чуть-чуть Небольшая Я понял Что это Кстати Не очень выгодное Вложение В плане комиксов Потому что Они же Русифицированные Я же их Не продам По миру Кому нужны Комиксы Издания Я не знаю Они Не особо Ценности Особо Не несут Как и у всех Дома Там находятся Вот такие 8 папок Древа познания Помнишь Древа познания Не помню Научно-популярный Журнал Который Выходил Раз в неделю И он Выходил Ну то есть Он продолжился Там я не знаю До 400 выпуска И люди Свихнулись Просто Потому что Условно Каждому Четвертому По моему Выпуску Они помимо Самого выпуска Давали папку За ту же цену И люди Вшивали эти папки Я дома Ни одной страницы Этой не прочитал Но дома Столбняком Стоят Древа познания Блин Прикольно Просто потому что Мы всей семьей Папки на эти акции Прикольно Очень Блин Если ты придешь Каким-нибудь К нам на ужин Мы будем Все сидеть С тарелками Кока-кола Потому что Два сушника Берешь Тарелка В подарок Как только Мы видим Подобное предложение У нашей семьи Все просто Извильные Отключаются Покупаем Это же два сушника Еще и Санфаянс Ой ну то есть Тарелка Тарелка Мы сразу покупаем У нас дома Братан Все сушники Скочем Со своем акции Прикреплены Отвечаю Это чистая правда Прикольно Блин Я не хожу В супермаркет Почему Блин Мне не нравится Если честно А где ты закупаешься У меня жена закупается Через интернет Типа А что это выгодно Это дороже Ну Ну ты не покупаешь Лишнего А ну окей Да 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 Потому что там Все настроено В супермаркетах Чтобы ты купил Что-то лишека Там тоже настроено Но по другому Но там действительно Дороже Мне не нравится В супермаркете ходить Просто потому что У меня это занимает час Потому что я Подробно изучаю Этикетки Если я выбираю Колбасу Я ее выбираю Минут 30 Я смотрю Где больше Протеина на 100 грамм Вот это хоть Не пи***ц важна Я выбираю Также сыр Угу И ну для меня Это короче Поход в магазин Это час Минимум Ты меня удивляешь Я думал Ты такой же как я Красная цена Покупаем 8 Нет Чуть-чуть перечеркнуто На 2 тенге Заверните 3 Это же наебку Это блясит Да но я вот Я четко понимаю Что я ведусь На наебку Я это точно понимаю А вот смотри Жена твоя покупала То есть Жена заказывает В интернете Да Ты не Вообще не влазишь В ингредиенты И так далее Я ей говорю Купи мне творог Все в принципе Почему нельзя То же самое В супермаркете Ты привозишь жену Она делает Это все в супермаркете Ты Как и большинство мужчин Сидишь в автомобиле И играешь в PUBG Это что-нибудь такое Моя жена Она тоже вот Она реагирует на Она делает Импульсные покупки И чтобы От этого Отградиться Тоже Не знаю Я тоже делаю Импульсные покупки Блядь Без пи*** Например Я могу Знаешь Я бывает до ночи работаю Я вот пойду В Magnum Я там гуляю Блядь Плоскогубцы Смотрю Блядь Всякую ху** Для бани Блядь Масло Вот это е**учее Пахучее Шапочку Для бани Ну блядь Я понимаю Что я на это ведусь Тоже Просто чуть-чуть Мы же все по-разному На это ведем Я вот так вот Мне нравится Блядь Потрогать Блядь А если закладывать Там типа На импульсивную покупку Или на Некое развлечение Ровно столько денег Сколько вот Тебе не будет жалко Потому что да Действительно там Типа проходя мимо Я всегда такой Ну Вот это возьмем Буду по дороге пить Я делаю это Конечно Но не в супермаркете А где? В других случаях В отпуске В отпуске Maybe Иногда А Окей Ну то есть Я не такой угорелый Каким пытаюсь казаться Ну мне казалось так Это блядь Ну это все Цирк А Окей Все цирк На самом деле И как бы Вот Какая блядь Ебалая хуя Которую я сделал Блядь Я был в Таиланде Так Обожаете истории Я увидел Так Сумку Сумку Я думал Что-то другое Увидел Нет Я увидел Сумку Которую Водонепроницаемая Так Я в эти сумки Влюбился Блядь Я себе купил Четыре штуки Где тебе в Алмате Ты по сарану двигаешь Где тебе Один нужный Ну где Я же поеду Которую Я смогу С телефоном Купаться Я знаешь Что сделал Я такой Надо протестировать Я Сумки Тебе положил В эту сумку Телефон Сигареты Карты Очки Все Пошел в море И проплыл До отеля Никто со мной Не хотел идти Поэтому я пошел Один А мы с друзьями С толпой Я один Пацаны Нормальная вещь Можно брать То есть Ну детская Вот эта хуйня Она во мне осталась Я такую вещь увидел Их захотелось Конечно Да Блин Да по-любому Конечно Да Ну типа Я вот Прекрасно понимаю Что я могу Покупать себе Каждый день Киндер Я могу себе Покупать Мороженые Сникерс Это те вещи Которые в детстве Они были вообще Ну то есть Недосягаемые Вообще Я про мороженое Только слышал И то от левых лиц Серьезно Сникерс Бывает мороженое Не просто Сникерс положили В холодильник Чуть холоднее Чем обычный И это вот Мороженое Нет Прям мороженое Отдельное Да нет Быть не может Сейчас то я могу Но не покупаю Все равно Потому что Эти вещи для меня До сих пор Очень почему-то Дорогие И Бионикл Блять когда Куплю Бионикл А их делают Еще что ли Не ружь мою мечту Надеюсь Их делают Я найду Старый Бионикл У тебя был Бионикл? У меня было Ты из жаджиточной Семьи Определенно Бионикл Показать Действительно У меня было 3 Но мне хотелось 6 Да 6 или 7 Да У меня самые первые были Нам подарили С братом Двоюродным Ему 3 Мне 3 Счастливое детство Да Я сейчас определяю Там зажиточная семья Или нет По вообще Дурацким показателям Типа Если у них дома Есть диспенсер Аристократия Что? Мы всю жизнь Кипятим воду Всю жизнь Мы кипятим воду У нас был фильтр Фильтр Та вещь Та покупка Которую я откладывал Уже Очень много времени А сейчас знаю Почему? Вот я не знаю Ну типа не знаю Вот как-то так Я 3 года Пролежал на полу У нас сломался диван Мы его выкинули Я такой Ну ладно Посплю на полу 3 года Я так и проспал Позавчера Я купил диван Я вчера спал Как боженник Как Да Я на вашем уровне Вы не проходите через меня Прикольно Я такой Блин Вот подобные покупки Я понял Что надо совершать Ну вот Излишнее вот это желание Сэкономить Ну да конечно Да конечно Надо разумно к этому подходить Ну мне Мне радостно Что вот ты мне говоришь о том Что если я захочу такой автомобиль Почему один раз живем Один раз умираем Ну вот Ты свою отдушину нашел в автомобиле Да Если ты любишь тачку Ты же мужчина У тебя и так все забрали Что например Ну А ты же не женат Когда женишь Все нормально Да В принципе Тебе нравится моя идея В 31 жениться Да Все кайф А когда ты женат Ты жертвуешь многим Это не то чтобы это плохо Ты получаешь Тоже многое за это Но Какая-то отдушина Мужская такая Пацанячая Глупая Если она есть Я вот чаще Себя ловлю на мысли О том Что это вот Это Потребительское отношение Я понимаю Но и Люди должны меня понять Я например Жениться хочу Намного меньше Чем ребенка Мне 28 Если бы Скажем В 25 У меня уже появился Ребенок То в 31 Когда я собираюсь Жениться Ему уже 6 лет Этому ребенку Он уже может Излагать какие-то мысли Он вот-вот пойдет в школу Я застану все этапы Там типа Возрастления И буду с ним Продолжать общение Когда из Вильны Все еще будут мои работать А не когда там Бэк-фэк-бэк И все И там Индийский сериал И так далее И этот страх Присутствует При этом Я понимаю Что у меня И у моей мамы 50 лет разницы И мы себя комфортно Ощущаем Вот какая-то такая Дилемма в моей голове Разница большая И прям комфортно Я в шоке Твоя мама прям Родилась Она бумер, да? Получается Моя мама С 45-го года рождения Я не знаю В 1945 Мне кажется Они не знают Она бэби-бумер Это вот дети Послевоенные Ну она прям Вот впритык с войной Получается Она за 3 месяца До конца войны Слушай Военное время У меня просто бабушки Две Они родились В 42-м По-моему Году То есть вот Война И мой прадед Такой Надо Я вот думаю Почему? Где логика? Я думаю А я не знаю Я вот хотел Что-то сказать Ну это же как бы опасно Ты считай Ты мужчина Ты А, ну хотя нет Может быть есть логика Да Ты же уходишь Да, да, да Вот я про это хотел сказать Ты знаешь, что Будучи в алкогольном опьянении Нам очень сильно хочется Плотских утех Потому что мы Чувствуем, что Наш организм Подсознательно Мы чувствуем, что Наш организм Умирает Из-за этого, что ли? И мы хотим Отставить потомство Прикинь Прикольно Я в шоке Не задумывался Об этом даже Вот так вот Поэтому я не пью Чтобы? Чтобы Чтобы случайно Не оставить Где-то потомство О котором я не знаю Ну да Я строю свою карьеру так Чтобы я точно знал Я знаю каждый свой секс Да? Каждый секс знаю Конечно Конечно знаю Каждый секс У меня пальцы К одной руки помещаются Рука и секс Вообще Не очень для кадра Ну вообще да Действительно Очень ответственный Блин Ну Большая разница Действительно Я не представляю Я с бабушкой Тоже хорошо общаюсь Во По идее Бабушке недавно Татуху показывал И как она? Я тебе показывал Прикольно, что Последний раз Когда ты приходил к ней Мам Ой, то есть бабушка У меня тут порез Она же Сейчас ты такой Татуха Я видел твою татуху Я в шоке Охрен Ребят Ну Это татуха То есть типа Можно в музей не ходить Там Но если Довлет оголится Это уже готовое произведение Огромное полотно Я попробую добавить фотку Если найду Но бля Мама Бабушка Бабушка Сидит взрослого поколения А тут за татуировку Типа Ну конечно Сначала ты Типа Ты что натворил А потом Ну по идее красиво Да Я маму Если пранкану То есть типа Я понимаю Что ей не нравится Если я приду с татуировкой Я проживу еще в этом доме Минут 10 Чисто чтобы собрать вещи И все Моя мама у меня Сразу То есть Есть какие-то Фундаментальные вещи Которые она Никогда в жизни не поймет И у нее есть Резкая позиция По этому поводу И это нормально Потому что у меня есть Какие-то там У каждого человека есть Моя мама Может сказать мне Ну вот про тату Это табу В нашей семье Это табу Да Нет В моей семье Это тоже было табу Ну вот по сути Я так думаю Честно тебе скажу Если я приду с татуировкой Моя мама тоже Меня отругает Но она Найдет какой-то там Плюс И скажет о том Что ну ладно Если тебе нравится Все хорошо Я думаю Но я проверять не буду Ты не бунтующий ребенок? Вообще нет Я сверхумеренный Да Очень умеренный Там типа В моментах даже где Это даже не бунтарство А просто нормальная практика Я все равно Ухожу в умеренный вектор Я бунтующий Я в принципе до сих пор Бунтующий ребенок Все еще? Когда у тебя уже есть дети? Все что я делаю Это же бунт Например? Это бунт Против ценностей каких-то Против всей этой Против родителей иногда Против всего традиционного Иногда это бунт Но в твоем случае Бунт судя по всему Там в правильном В правильном векторе И двигался Не, ну это же Как бы такое Опять-таки провокация Я не говорю То это плохо Я говорю Если вы взяли Блин, кредит на то И выдал Я вот так вот говорю И так Вызывает это бунт И с психологом Общался Я сейчас в процессе Бросания курить На самом деле Бесплатно то, что я курю И он рассказывал историю Про бунт Про наркомана А он адиктолог Занимается Зависимостью Он там Наркологический центр А, окей И рассказывает Говорит, был героиновый наркоман Говорит, у меня Клиент Говорит, мама Развелась с мужем А, или муж ушел Ну, умер Что-то такое Ну, короче Мужа не стало И сын Решил, что он будет бунтовать И бунт его проявился В том, что он будет Себе вредить Сел на геру Сидел долго на гере Мама пыталась помочь Ни хрен не помогала И сказала Типа, знаешь, что Есть ты Как хочешь Говорит, твоя жизнь Твои проблемы И она буквально стала Перешагивать через него В хате Типа, вот там холодильник Там диван Там спи Там жри И все Пошел Мои обязаны Обязательства В качестве матери Выполнены А это был бунт То есть он провоцировал ее На реакцию И Как только она Перестала реагировать Он Слез с героином Это пи*** Из-за Ебучего бунта Чел сел на геру Если честно Для меня Более Удивительно Что он слез С нее С учетом того Что Это теперь Маму не напрягает Я удивлен Это жилская тема Я вообще Доходя параллели Стал находить Между курением Нездоровыми Нездоровыми финансовыми Привычками Типа Знаешь Такие вещи Он рассказывает Ты куришь Ты куришь В основном Неосознанно Ты научись Курить осознанно Чувствуй Как ты вдыхаешь Другой рукой Думай о том Как ты куришь Думай Нравится тебе Это или не нравится Думай Хочешь ты курить Или нет Если то же самое Делать с финансами Я по сути То же самое Делаю Хочу ли я эту курицу Купить А нужна ли она мне На самом деле А если я вот так Вот так сделаю Бля Будет же лучше Да Будет лучше Тогда Я пойду Что-нибудь другое сделаю Ну вот Вот это вот Осторожность Она вот только С финансами Да Типа Ой То есть Осознанность Только с финансами У меня так У меня так Прикольно Осознанность Нужно везде использовать Я просто первый В жизни Вне финансов Там типа Использовал осознанность Это в момент похудения Когда мне сказали о том Что действительно ли ты хочешь Кушать дважды Подумай Там типа Посреди порции Остановись Нужна ли тебе Вторая часть порции Там типа И так далее А вот так ты худел Да-да-да В том числе Это один из приемов То есть На самом деле Я худел Сверхлегким способом Я всем советую Ну как Если у вас там Все нормально в организме Я просто не ел вредное Ты скинул 50 кг Не-не-не Это Вероника скинула 50 Я там Ну Я скинул 35 35 кг Исключительно диета И не такая Что я стою Там Так тут Столько Это килокалорий Вот честно говоря Просто Ничего вредного В мире Огромное количество Вкусных вещей Которые Не сделают тебя толстым Это реально вкусные вещи Очень сильно Типа чего? Ну Курица Банан Курица Банан Банан и то В определенный момент Я не ел банан Потому что узнал Что там может быть Какой-то сахар Что ли Какая-то вот такая тема В рисе Я рис не ел Первые два месяца Потому что мне сказали Что там сахар Я вообще рис Как десерт Никогда в жизни не воспринимал Я думал Это мой друг А он оказывается Тоже коварный Я эту гречку Вдоль и поперек Я ее парил Жарил Варил Я ее только Не духарил Это все Рис и курица И все Рис Курица Твердые сорта Пшеницы Паста С курицей Но говядину Говядинку Все Ну все Ну все Что вредное Все вредное Там типа кириешки Снеки Вообще Кириешки Любые снеки Вообще Мимо кассы Любая закуска Для пива Вообще Мимо кассы Там Алкоголь Соответственно До свидания Легко было Кстати бросить алкоголь Я понял Вообще Ну я и в нем Плотно не сидел Ну типа Когда ты понимаешь Что мне вот сказали Я кстати не уверен Что это правда Но я благодарен Человеку Который мне это сказал Он говорит Что бокал виски Стопорит твой метаболизм На 21 день Типа якобы Как бы ты Вот Выпил ты бокал виски Ближайшие 21 день Если ты там Даже вот Зелень Микрозелень Только будешь питаться Если ты там будешь Триатлон пробежишь Типа Нихуя тебе Особо это не поможет Потому что ты уже выпил Бокал виски И это мне Легко Вот люблю такие факты Все Никакого виски Прикольно А вместо виски Тоже ничего Нет ничего Я единственная альтернатива И то на второй Или на третий месяц Типа Открыл для себя Колу без сахара И энергетики без сахара Ты сейчас вообще не пьешь Что? Алкоголь Ну вот Из-за периода в жизни Которая происходит Возможно это моя слабость Но я Могу выпить Могу выпить Ты бухаешь от грусти? Это Один раз попробовал Залупа неимоверная Да Вообще залупа Да Я вот так по фильмовому Знаешь там Типа канун Нового года Пришел вот сюда В заведение И то Когда Я вот Грустить даже не умею Планово Я просто ходил В любую дверь Которая работает И зашел в какую-то Взял себе Некий алкогольный напиток Начал пить Смотреть на улицу Думал знаешь Как в клипе там У Джеймса Бланта будет Я сижу В моменте Мне вот Что-то Просто Пьяно Я понимаю Как я выгляжу со стороны Такой Какой же я долб Что я на это Решился Решился Лучше бы Гаспарова Сушил в наушниках И страдал бы вот так Типа От грусти нет Иногда Иногда Как-то Вот последние прецеденты Это вот как-то Примировать себя За какой-то Типа движ Типа похудел Я там Поставил Цельте себе Там После отпуска Вернуться в кондицию Хотя бы на 4 килограмма Я это сделал Бокал пива Почему нет Прикольно Слушай А у тебя конфликты В публичном поле Были какие-то Сверх нишевые Вообще Очень нишевые Там Типа С одним Сандапкомиком Из Астаны Который впоследствии Он что Спил твою шутку Прикол в том Что он Хотел уличить Ну То есть Он в прикол Хотел уличить Что я У него шутки У меня нет Такого прикола Я не хочу Этим заниматься Вышел выпуск На тот момент Был проект Салем Стендап И он закинул Кусок Моего материала И написал Я бы эту Хуйню По своему желанию Не стал бы смотреть Но мне просто Скинули Поэтому Вот что-то так И там Кусок моего выступления Я шучу Про Суши Что-то такое И потом Следом Его выступление В астанинском баре Снятое на телефон О том Где у него шутки Про суши Некоторые Возможно попали Некоторые вообще Ну типа Абсолютно разные И он Что-то такое Типа Вот такой флер Я ему говорю Бро Ну Типа Ты же понимаешь Даже если бы я хотел У тебя пизануть шутки Я бы не смог найти Этот телефон Который тебя снимает В 3GP формате И он говорит Да нет Это прикол Конечно Это прикол И потом Я-то понимаю Что это прикол Он понимает Что это прикол Но его аудитория Вряд ли поймет Что это прикол На них это будет выглядеть Так как будто Я закрыл глаза На это И потом вышел У него вопрос вышел Вилкой в глаз Или в жопу Раз И ответил он Типа По опыту Наших алматинских Коллег Мне кажется Выбор очевиден Почему так? Я не знаю Возможно Флер Салем Сошел медиа На него повлиял Так что я там Какой-то там Или все мы Какие-то продажные типы Сэндап комики Что мы на государство И так далее Я ему Решил позвонить Говорю Типа Я Привет Во-первых Я могу с уверенностью Сказать Что я И ближайшие Мои Друзья Они в сраку Не находятся Я не понимаю Почему ты так решил Но мы этого не делаем Он говорит Да нет Это же шутки Вы же комики Вы же должны понимать Шутки 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 Я говорю Да я-то понимаю Типа И они наверное поймут Но люди же Которые читают Они же это не поймут Мы же не такие Зачем так вот Преподносить И ладно Я по телефону Пообщался А он мне что-то Начал говорить А у меня вот этот Отец КНБшник Я говорю Братан Салем Сушил Медиа У нас там на звуке КНБшники сидят То есть типа Я не понимаю Почему ты это делаешь И ладно Я по телефону Разговаривал Кент Другой комик Мой друг Близкий Он с ним По ватсапу Общался Текстово То есть Оставил цифровой след Джовский И этот комик взял Там закинул Эту переписку Сказал о том Что вот Меня наезжают Хотят физической расправы Этот комик говорит о том Что давайте Алматинский Вот этот комик Приезжай сюда В Астану Мы сделаем Роуст батл Потому что у вас В Алмате Хуй организовывается Стендап И лучше это будет В Астане Но это настолько Пшик в инфополе Настолько маленький Что публично Я ни с кем нет Мне это вообще не интересно А тебе это не весело? Возможно Когда будет Какой-то прецедент Возможно Я почувствую Что весело Но сейчас Я сглаживаю углы Мне ничего не нужно Конфликтовать с кем-то Я хочу со всеми дружить Честно Я в книге 48 законов Власти читал Короче Такую тему Что Из конфликта Можно получать выгоду Наверное Но чтобы получать От него выгоду Ты должен конфликтовать С кем-то Очень большим Я буду надеяться Что я буду Таким большим человеком Для того комика Надеюсь Ну смотри Если Твой соперник Чуть больше тебя То он тебя размажет Окей Если он гигантский Для него Это потери Если он тебя размажет Если он на тебя вообще Позарится Это потери для него Я как-то раз связался Есть такая организация Норгесбанк Как? Норгесбанк Это пенсионный фонд Норвегии А Окей Там 1,3 или 1,4 триллиона долларов Это один из самых крупных Фондов в мире Ага То есть Норвежцы Откладывают бабки нефтяные Туда заходят На эти бабки нефтяные Они покупают акции По всему миру Я слышал Это вот эта история Где у них там В каком-то городе Находится онлайн счетчик Денег Которые типа копятся Да Да-да-да Я слышал Это вообще гениальное решение Гениально Эту же шнягу Повторяет Саудовская Аравия Ага Один в один То же самое Тоже работает Охрененно работает Ага Очень хотелось бы Чтоб ЕНПФ То же самое сделал Ага Но смотри Я написал в Норгесбанк Сколько у вас работает человек 158 Получил ответ Через пару дней ЕНПФ Хотелось бы спросить Сколько у вас работает человек Мне просто никто не ответил То есть Даже такого характера Это же по сути обычный Мне нет ничего секретного Да Но как бы Я не смог ее получить Ну я знаешь Я Будучи Выросшим в этом обществе В котором вырос И вот в этом Соку, в котором варюсь Меня например Вообще не удивляет Что тебе в Национальной Банке не ответили Меня удивляет Что в Норвегии А вот Ой То есть в ЕНПФ Тебе не ответили Вообще не удивляет И меня больше удивляет Что в Норвегии Отвечают на такие вопросы Я совершенно левый Для них Во По имейлу Мне ответили Во Типа Почему у нас не могут Ну блин Вот ты гражданин Ты плачешь налоги Да ты имеешь право Там задать какой-то вопрос Получить какой-то Разумительный ответ Но это К сожалению Или к счастью На многих уровнях Происходит Да Типа Недопонимание Или недосказанность Мы не можем Я вот эвакуировался Когда С Украины Ну я не знаю Там блин Вот Какой-то чувак Мне вообще набрал А Написал в Инстаграме Вот я его не могу найти Но я хочу его найти Который сказал Чтобы Казачкова Ты написал Да Ну то есть Быстренько объясню Длительное время Я попал В Киев Только прилетел Через 3 часа Началась война Не было никакого алгоритма Типа как там Выбираться И так далее Я там звонил В посольство И всегда Абсолютно разные И честно говоря Несу светные ответы И Мне посоветовали Там типа Воспользоваться Таким рычагом Как Казачков Он любезно Предложил Свой канал И С момента Как мы запостили То есть я запостил О том Что вот мне По сути Вот такие ответы Приходили от посольства Меня эвакуируют Но Когда это видео вышло Я вот вспомнил Недавно О том Что мне писал чувак В Инстаграме И говорил о том Что Почему ты записал Это видео Я говорю Ну вот Потому что Мне не впадало Типа ответить Вообще в кайф Потому что Вот так-то так-то Он говорит Ты понимаешь Что мы тут Нихуя не страдаем Что мы тут Вот так вот Я говорю А вы кто? И он мне не ответил Я до сих пор думаю Что это вот Какой-то из работников Потому что Один раз Мне вообще Какой-то Районовский чувак Ответил на мобил Вообще Странная тема Районовский в плане Ну как-то Ну типа Неработник посольства Знаешь Какой-то На Каком-то Районовском жаргоне Знаешь Там Я отвечал И так далее Это мне странно И вот этот случай О котором я уже рассказывал Что я позвонил По одному из номеров Горячей линии Там женщина берет Говорит Я в посольстве Уже не работаю давно Этот номер случайно Вписали Странная тема Чуваки в Германии Там студенты Когда мы выступали Рассказывали о том Что посольство Находится В колено Вообще И Чуваки Не могут до него Дозвониться Какие-то проблемы Говорит Ну им есть чем сравнивать С другими студентами И Они тоже С разных стран прилетели И им типа Посольство помогает Наши говорят Ну они говорят о том Что наши Вообще Дозвонишься Они Они себя там Пау-пау играют С 9 до 6 И типа Особо не помогает Посольская работа Веселая по идее Шикарная Шикарная работа Ходишь Тусуешься Бухаешь Ты же и шпион Почти как агент 007 Сексуально Да Только казах И все У меня несколько ребят Работало Ну товарищей В посольстве И Блин Я тебе на них смотрел Тебе Хотелось бы так же Зарплаты Там Хата казенная Кайф Статус Блин Круто И мы Я не буду называть страну Мы выступали в одной стране И после выступления Подошел чувак Говорит Я же из посольства Круто Я любой вопрос могу решить Мы такие Круто Как раз вот такой вопрос Он говорит Это не могу И потом Самое смешное Ну то есть Мы поняли Значимость этого человека Мы стоим Что-то пьем Пьем Общаемся И вот В разговоре Выяснилось Что в этом посольстве Работают три человека То есть Он когда говорит Я в посольстве работаю Таких еще два Ну то есть Там Не сильно Масштабное посольство Там Я такой Ну блин Я не знаю Зачем Ты тогда Так говоришь Любой вопрос В Кокчета У меня уничтожил мужик Выступаем После выступления Там некий банкет И Чувак вот так подходит И зря на первом Он говорит Это мой город Ооо Мы такие Ну классно Он что-то уходит Потом Возвращается А мы колян курим Он говорит Че вы колян курите Да Мы говорим Да У меня внизу На первом этаже заведения Таких три Ну странно Впечатляет Да Ну типа А зачем нам спускаться К другим трем Если у нас Прекрасно справляется Наш А он так пригласил Так пригласил Вот так пригласил А И самый уничтожен Когда он Третий раз Заключительный Подошел И говорит Надо будет Я вас всех посажу Я секунду На секунду говорю Мы отсюда уходим И мы уходим Оттуда Я такой Ну Тоже конечно Странный повод Пантануться И напрочь Одновременно Странный способ Проявить дружелюбие Да По сути Я видел Да Я видел его До этого состояния Алкогольного Он действительно Хотел подружиться Он говорит Да У меня есть там Бригадиры в Алмате Там типа Давай я тебе там Что-то Мне это не нужно было Но он сам Такой прикольно Ну с каждой каплей Он становился Все более агрессивным И отчасти Это вот Один из моментов По которым Я не хотел бы пить Хотя я вообще спокойный Еще когда Вот я говорил О том что Когда бросаешь пить Ты ва** Сколько оказывается Денег есть у тебя Да Ты такой А да ну нафиг Я вроде так мало пил Но оказывается Так много денег Туда уходило Я не хожу бухать В том числе Потому что я Выпью когда У меня крыша едет Я начну его угощать Да Такая же Чем утром В Каспе Заходишь Там другой человек Да Я когда бухой Я пи***щедрый Да Да Все разы Что я брал Фруктовую нарезку Это было Бухое состояние Мне вообще Эта нарезка Не сдалась Мне нужна Это чисто Пьяной выходки Блин Это не из истории Там типа Когда по пьяни Мы полетели в Париж Блин Нет По пьяни Я там угостил Весь скайб Блин Слушай У тебя были пьяные конфликты Бывали Да нет Я вообще не конфликтный Ну то есть Что по пьяни было максимально А ну было Да Один раз Но там Не мою честь за деле А честь там Типа Моего человечка Я Только в этом случае Вскипел Потому что В большинстве случаев Я пацифист И там типа Не хочу Но тут я там Включился И потом Я впоследствии узнал Кто был мой потенциальный соперник Слава богу Бог уберег меня Потому что Возможно Сейчас бы В этом подкасте Участвовала Только одна часть Моего тела Потому что Там типы Были сильные Оказывается Я не знаю А Да ты По простому поводу Я там С девушкой стою И Проходит мимо Немножко толкает меня И говорят Пацан Отойди А пацаненок Я говорю Почему я пацаненок И сию секунду То есть Там было видно Желание человека Цепануться Сразу Он говорит А что Есть что-то против И уже Отработанный текст Он пошел А что Есть против Если хочешь Мы выйдем По разам И такой Очень централизованная И я вскипел Странно Это чужой город Это вообще Не мой город Я почему-то там Мне никто Не поможет Но это был Наверное Алкоголь Помноженный На эмоции И Все это Превратилось В огромное Столпотворение Людей Которые за нами Наблюдают И Слава Богу Кто-то из его друзей Там Успокоил нас И там Типа Мы по пяти И разошлись И потом говорю На следующий день Узнав Что это за люди Я выезжал из города С небольшой опаской С небольшой Но все-таки опаской И все нормально А что за город был? Это был Кунаев Чуть ли не первые Два дня Когда он превратился В Кунаев О, прикольно Алматинцев не любят В других городах Обожают Мне кажется Мне кажется Обожают Ну там Относятся к ним Как вот Мне без глютена Водили Я хочу смузи В этой дыре Это вот Собирательный Карикатурный Образ алматинцев Мне кажется Там нормальный Алматинец Он везде В порядке Чувствует себя хорошо Я никогда Не чувствовал В Астане Есть определенный Какой-то Ну есть же Вот это Внегласное Какое-то Астана И Алматы Они почему-то Противодействуют Да мне вообще Все равно Что в Астане Делать Я недавно Короче Общался С девчонкой Я помещение Издавал В октав У меня помещение Появилось в октав И вот Нашелся клиент Там месяца два Я сидел Без клиента Короче Ну общаемся С ней Вот это Вот такие условия Говорит Так Говорит Слушай Работать будем По октавски А не по алматински Я такой Ага Говорит А что это значит Говорит Если сейчас Договариваемся Все Я такой А я так хотел Еще без клиента Посидеть Ну 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 Она такая А ну Ладно По октавски Так по октавски Давайте Ну есть такое Другое отношение Другое в любом случае Но если честно Блин Вот Тебе предстоит Да сейчас поездка Вот там По Нескольким городам Я не хочу Показаться там Каким-то центровским Потому что Находясь в Алматы Я далеко от центра Я вот Из Тастака И там где вот Не всегда все хорошо И до сих пор Но Есть моменты Где действительно Тебе грустно В регионах Где ты понимаешь Что такие хорошие люди Светлые умы Они Ну Те кто мне попадал С которыми я общался Еб***ь Они могут делов натворить Но они Закрыты В тех условиях В которых они закрыты Там Иногда Я не говорю Про франшизные заведения Это понятное дело И в Алматы И в Астане Вообще Они появились Вот Буквально недавно Ну про какие-то больницы Про какие-то Я не знаю Частные клиники Хотя бы там Чтобы вот Ну не знаю Огромное количество вещей Которые вот С которых я бы уехал В поисках лучшей жизни Но я всегда так думаю И думаю А вот кто-то же так думает Про Алматы Наверное Из какого-нибудь Нью-Йорка Думает Что они в своей Алмате живут Они в любой момент могут Там землетрясение Там загазованность Извините меня Сильная Но мы любим этот город Ну да Но я в других городах Когда бываю Я в бар Вообще не ногой Вечером в принципе Я лишний раз не выхожу Ну да А днем Пожалуйста Нормально Все трезвые Все разумные Нормальные Блин надеюсь Застанем мы вот этот момент Когда Ты будешь без опаски Ходить вообще везде По Европе Вообще ноль У меня было опасений Блин Это ты просто не видел Да Не на самом деле да Да Ну я То есть Потому что мне рассказывают Что там может быть Какая-то Там все может быть Ебаш Но скорее всего Если и произойдет То от других иностранцев Да От других иностранцев Вряд ли это европейцы Им вообще Им на друг друга плевать Не то что на меня Потому что Там Вот впритык Вот симпатичная девушка Вот я сморкаюсь Вот я сморкаюсь Ей вообще ПОХНИ Она даже Бровью не поведет Ни одна мышца у нее Вообще на лице не сыграет Ей вообще плевать В центре Праги Просто три девушки Выходят Самый центр Праги Три девушки Выходят из магазина И прям в центре Одна из них Начинает Спровать Да Сать И две Продолжают на нее смотреть И они общаются Как будто Ни хуйня не происходит То есть типа А на столу сто Или сидя Сидя Самый центр Праги Сидя Хотя бы И мой друг Когда Ну то есть Я был в этот момент В магазине Я выхожу Он мне говорит Помнишь этих трех девушек Я говорю Да Ты еще оху Он мне рассказывает Всю эту историю И я не охуел Я ему говорю А что ты меня не позвал Он говорит Хотел Я вот так курил И думаю Блянадик выходи Блянадик выходи Я просто смотрю На очень свежую лужу И охуе Но для европейцев Это тоже типа Было дикостью Оказывается Потому что он говорит Два чеха проходили Тоже охуели Что происходит Типа Я в экзотере студентом Чувшился? В экзотере На учебе Я видел Похожую картину Но там Чувиха стала стоя Это было Прям феерическое шоу А почему она Это делала? Ну тоже Вот С клуба вышло Я короче Я очень долго Веду Начну Ну то есть Я поздно Ложусь Я бывает По ночам Гулял Я ходил Мимо клуба И смотрел Мне это было Так любопытно Самое интересное Происходило Вне клуба Как-то раз Я стал свидетельным Того Что девчонка Ругается с кем-то И разорилась Пи***ц Стоит И от злости Начинает Стоя Ссать Это было Капец Угарчик Вообще В клубах Если ты трезвый И ты со стороны Наблюдаешь Не заходя Потому что внутри опасно Бл***ь Столько шоу Так много экспонатов Это классно У нас В универе Был парень Его звали Конго Джек Как? Конго Джек Ага Я вряд ли Думал Что казах Не Он был Типа африканец И в нем Бл***ь Килограмм На 170 Ага Он был гигантский Он просто Бл***ь Голиаф Ага И он стоял В очереди клуба Ну вот Экзетерского клуба Стоял в очереди И Кто-то доебался То ли до его друга То ли до телки Его друга И Происходит Следующая ситуация Конго Джек Начинает пиздиться Он вырубил Одного ахрондоса Там ахрондосы Тоже килограмм По 150 Все на стероидах Плотные Бритосы Здоровые Страшные Он Бл***ь Он 8 человек Разбал 8 здоровых Накачанных амбалов Его И спокойно Стоит и ждет Приехала Ментура Его забрала Ну и соответственно Вряд ли он Закончил учебу Ну скорее всего Бл***ь У нас в Экстере Был случай Один чувак Такой прям Милаха Ну Сладкий мальчик Хороший такой На вид Ну По ночам гулял Подкатил к телке Так Полез к ней в трусы Так Его осудили Он 3 или 4 На 3 или 4 года Сел в Экстерскую тюрьму Я не удивлен Типа все нормально Ну Нет Ну просто Это значит Ты сопоставляешь Людей От которых Ты это возможно Ожидаешь И людей Которые это На самом деле делают И они там Они не выглядят Совершенно не так Ну да Я понимаю О чем ты Конго Джек Да Ты ожидаешь А этот парень Ты не ожидаешь Что он Такую хуйня Ну да Я вообще Наверное Я рад Что я Рос В том районе В котором Рос И наверное Оттуда Выработалась Вообще Вот эта Бандитская Романтика Все что Вот там Типа Кентов Манило Меня вообще Не кумарило И Я помню Это я уже Автолюбитель Как минимум Я вообще Будучи водителем Два раза Нарушал закон Я могу об этом Официально заявить Один раз Во время Неварских событий Мне пришлось Сделать двойную сплошную Потому что я охуел От того Что я увидел Я короче Еду там С Альфараби Ленина В сторону Тастака Пытаюсь на Сатпаева Не получается Что-то перекрыть Это 3 часа ночи 4 часа ночи Да Я ну типа Ноль понимания Что происходит На Сатпаева Не поворачиваю Налево Что-то закрыто На Абая Не поворачиваю Что-то мне закрыли Я такой На Шевченко Получилось Я такой Кайф Еду по Шевченко Собираюсь на Абая Турсыну снова на Абая Чтобы поехать по Абаю Нравятся мне виды Абая Собираюсь поворачивать И на меня Просто Left 4 Dead Понял Огромное количество людей Я Так Я просто Ребята Я думаю Вы меня поймете Двойная сплошная И просто Улепетываю И первый Точнее случай Это был второй Первый случай Это был вот Близь моего района Раньше Я не знаю Застали вы или нет Было Сеть Заведений Арагоста Я не знаю Арагоста Шансы Что Ты Возле Входной группы Арагоста Не увидишь Рамса Нулевые Потому что Там всегда Рамс И мне иногда кажется Это Арагоста Аниматоров отправляет Там всегда Всегда Рамс Всегда Какой-то шум Всегда Поздняя ночь Я близь своего района Стою на перекрестке Арагосты Там уже Интершума Вот эти Драк Уже Атрофировалось Я уже не сильно удивляюсь Но я Когда я стою Слышу Крик Убегает вот так Мужик Я смотрю Ну убегает мужик Мало ли Карди Четыре часа ночи Мало ли Почему-то Орёт И где-то Через секунды Три Я понял От кого он Убегает Потому что Через три секунды За ним бежит Другой мужик Я клянусь С мачете С мачете Вряд ли На тростники В Тацаке С мачете Я был Как же Первому типу Сложно Наверное Убегать Зная Что чувак От которого ты убегаешь У него мачете И в этот момент Я на красный Как съебал Просто Я понял Этот вот Улей Из Рамса Может и коснуться Меня Тут я на красный Дёрнул И вот такое Я не хочу Быть таким Я не хочу Вспоминать Вот Даже будучи Трезвым О том Что да ладно Это пьяный поступок Не хочу Нафиг Я хочу оградить себя От этого Типа максимально Мне если честно Всегда были страшные драки Да У тебя Мне всегда было страшно А Да Драться И Из-за этого Меня батя отдал На борьбу Ага Я короче Долго занимался борьбой Потом я накачался Я сделал все Чтобы не пиздеть Я побрил голову Чтобы выглядеть страшно Да Чтобы не пиздеть В том числе Я набрал масло Чтобы не пиздеть Чтобы Ну Лишний раз Не возникало желания Со мной Пиздеть Но блядь Парадоксально Происходит наоборот Они в тебе видят Достойного соперника Наверное Но мне бы этого Не хотелось Во Наоборот Отпусти волосы Бро Реально Стань худей Просто перестал ходить Барасова Ну так Я очень тихо Если и хожу То с друзьями Которые еще больше меня Чтобы мне было Спокойно Блин Ну я вот За счет своего Объема Скажем так Будучи Подростком Часто Приходил на Так называемые Стрелки Исключительно Как фурнитура Я просто Стою в толпе Я не знаю Кто этот человек Дерется И кто этот человек Дерется Я чисто Фурнитура Я тоже ходил Ты же не понимал Вообще Нахуй Типа Тогда было Типа Ну Не круто Не прийти Ну 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 Вот странная тема А у меня английский Ты думаешь Ну ладно Пойдем туда Сегодня Комператив пропустим И всю жизнь Теперь не буду знать Что это такое Из-за того Что какой-то Эдик Дерется с каким-то Рустемом Погадай Кто это Я их не знаю Но кстати говоря Я научился Съезжать с драки Мне кажется Я мастер спорта Как Чтобы съехать с драки Вот как ты шутишь Да Я становлюсь Невероятно Остроумным Когда Я чувствую опасность Я не провокационно Я этому научился У Тириона Ланнистера Вообще Неожиданно Что Я понял Что это оказывается Рабочая схема Есть Отрывок В Игре Престолов Тирион Ланнистер Идет со своим Этим Броном Наемником Они идут По лесу Тот ему говорит Блякарь Знаешь Я тебя ебану Могу по идее Он говорит Ну да Говорит Можешь Говорит Зато Если ты меня не ебанешь Те заплатят Не пи***й Просто заткнись И все Делай свою работу И у них привал Они в лесу И приходят варвары Они смотрят На Тириона И на Брона Как на еду Буквально Хорошие актеры Шикарно Смотрят как на еду И Тирион начинает Отыгрывать Он начинает Менять фрейм Говорит Приходите У нас здесь костер Погаваем вместе Как друзья То есть Он пытается перевернуть ситуацию Не вы на меня нападаете Я жертва этой ситуации Мы друзья И он Транслирует этот фрейм Что модель общения У нас сейчас будет такая Приходите Он понимает Что они не вывезут Их либо убьют Либо он что-то придумает Они подходят Говорят Я такой-то Такой-то Говорит Как ты хочешь умереть Тирион Ланнистер Говорит Хочу умереть С женщиной В кровати Во сне В старости Говорит Ты пьяным В дровах И то есть Он продолжает транслировать Да-да-да Он говорит Как будто это просто Дружеский разговор Я бы мечтал вот так Чтобы это произошло И он начинает смеяться И он передал ему Этот фрейм И блядь Это было шикарно И я начал пробовать Эту хуйню Когда ты меня На людоедах? А? В жизни Везде Я в жизни начал ее пробовать Когда Ну я чувствую опасность Вообще Я стал пробовать У меня стало получаться Я стал острить Я думаю Брат Давай нахуй ты все Давай я тебя угощу Там типа такого И вот Я считаю Что это нормально Ну блин Вот не верится Что на практике В Казахстане Это может быть Это работает Я становлюсь Максимально дружелюбным Как бы я не выглядел Я становлюсь Пи*** дружелюбным Дружелюбным Веселым Это стратегия Я ее изучал На конфликт менеджменте Мы изучали Разные способы Короче Справляться с конфликтами И вот одна из стратегий Это Поставь другую щеку Но поставь ее Не пассивно А проактивно Вот как в этой же ситуации Он понимает Что они могут И ухнуть Но он как будто Это усугубляет И Это активное Подставление щеки Это Не всегда рабочий метод В ультра опасной ситуации Он мог Он возможно Может спасти меня Потому что я это Постоянно делаю Если это что-то новое Не стоит пробовать Это в действительно Экстремальной ситуации Потому что Это может Ху** Кончится Лучше всего Съебать просто Но я стал пробовать Когда я понимаю Так Ну в принципе Нас больше Они об этом не знают Но я знаю Если что Я в безопасности Попробую И это получается И вот с некоторыми Друзьями С некоторыми людьми Мы так подружились Не то что То это не сильно Обидные шутки Но людям Людям И вот Протекаемые Протекаемые люди У них в любой момент Там кто-то меня С мушки снимет Ну нет Достаточно прикольные люди Им нравится Когда ты с ними Общаешься Вот так же Как и их друзья Ну да Один раз Нам заплатили за это Как Это одна из организаций Которые ты иногда Упоминаешь Не могу говорить Какая именно И мы там выступаем И идет все Очень плохо На мой взгляд Ну я не знаю Может быть я критичен себе И я думаю Это все Но мы выступаем Втроем Ну до выступления Нас уже обхаживают Что-то ненормально То есть типа Макалан Макалан Хоть что там Да панжи Да Ну ладно У нас разные Разбой Макалан Да панжи Три разных комика Одному просто Нужен сырный соус И все И мы сидим И нам нормально Ну там типа Все приносят Но всегда это неудобно Потому что корпоратив Это такая штука Что может все пойти Не очень И ты там зря наел Вот там Омаров Каких-нибудь И так далее Мы чуть более Скромно себя вели Выступили Я думаю Отвратительно Честно Выходим И организатор Подходит Говорит Великолепно Мы такие Ну окей Нужно еще Я говорю В смысле Через 30 минут Выйдите снова Я говорю Те же шутки Они говорят Не у вас есть другие Мы говорим Ну по идее есть Она говорит Мы столько же заплатим Ну окей 30 минут ждать В невероятно Комфортных условиях Где ты хочешь Что угодно И тебе это дадут Мы в деле И мы сидим Все прекрасно Все что мы хотим Все это есть И нас типы Заказчики Самые сильные типы Там в этой организации Зовут в комнату Мы сидим с ними Просто общаемся Вот как мы с тобой Сейчас общаемся Вот так же и общаемся Он там рассказывает Про свое обучение В Еле Мы там рассказываем Про выживание в Тастаке Вот подобного формата общения И встает чувак Просто со стола Он просто Он хочет в уборную Он встает из-за стола У него очень много денег Вот так падает Как будто банкомат Зарвался Вот так И ладно бы там Двухсотки Пятисотки Там штуки Двадцатитысячные купюры И он вообще Бровью не повел Типа поднимать их быстро Он вот А блять Если поднимет кто-то Заберу Если не поднимет Не заберу Ну уже там Люди начали ему помогать И мы с ними общаемся Общаемся Там типа Они сделали маленькое казино Там где не на деньги играют А там типа Прикола ради Прикола ради Я не понимаю Мне говорят о том Что если ты выиграешь в этом казино Ты можешь бесплатно Выпивать в этом баре Так я это уже бесплатно делаю Я не понял Потом стриптиз Мы просто смотрим стриптиз И ждем в своей очереди Потом они опять там Все что ты хочешь Алкоголь И разная Другого рода Направленности вещи Все это в достатке Невероятно Что за хуйня Идем выступать Опять отвратительно То есть Если первый раз Было отвратительно То второй раз Это же второй слой шуток Нам нужно другое говорить И чем более Они не реагируют Они реагируют Но это не тот смех Там реагируют Восемь человек Наверное Из 500 тысяч Наверное Там Ну типа Странная хуйня И мы уходим Опять от Потрясающих Говорят Ну окей И сидим Опять так же Общаемся Общаемся И он такой Ладно Все пацаны Спасибо Я пошел Начинает отчитывать деньги И я такой Не-не-не Нам уже заплатили Вам за два выступления Я говорю Да Ну вы же остались Общались Просто за общение Мы Ну там Он уходит Я как организатор Подхожу И говорю Любой Корпорат От них Мы в теме Мы всегда В теме Пой Цаукисер Погнали Сундитой Мы два раза выступим Шикарный корпоратив Все отвратительно Но всем все нравится Прикольно Когда Бывают Невероятные корпоративы Они такие Может быть На 10 тысяч меньше Чувак Меня даже на работу Звал Он говорит Да это просто цифры Ты разберешься А я шутил Только что Про Тайквон Как ты понял Что я могу Работать здесь Прикольно Блин Кайф Так Ну У нас два часа уже Предлагаю Завершать На этой Хорошей Доброй ноте Спасибо тебе Спасибо что позвал Я всегда с кайфом К нам прихожу От души Спасибо ребята У нас весь выпуск Как бэкстейдж Почему У нас бэкстейджи Так проходят А да Да Угарчик Только на бэкстейджи Слушай Да блин Прикольно Мне вообще Очень нравится Флёр Потому что Все вкративный Реальный препод Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова